здравствуйте друзья вопрос на дорожку добрый вечер михаил хочу обратиться к вам с вопросом которую думаю ни одного меня интересует в прошлом году я закончил онлайн курс в портнов компьютер скулл и успешно получил работу вчера я был уволен с моей первой работы проработал в должности QA аналист 11 месяцев для меня это было большой неожиданностью поскольку я всегда старательно исполнял все обязанности не нарушал никаких правил и хорошо ладил с коллегами HR директор просто позвала в кабинет вручила письмо о том в какие сроки я получу расчет и до какой даты будет действовать страховка но в письме не указана причина увольнения я был настолько шокирован что даже не спросил почему уволен сегодня написал ей письмо в котором спросила причине увольнения но пока не получил ответ я подозреваю что виной этому мои недавние поиски работы я имел 3 face to face интервью на mid-level k позицию с лучшей зарплатой и условиями чё же дело хорошее думаю в моей компании об этом узнали возможно с ними связывались чтобы подтвердить работаю ли я там и это послужило причиной увольнения вопрос следующий как правильно рассказать и объяснить на интервью что меня уволили что говорить когда меня спросят вайди дюллин вы в your last job вайди дюлли в your last job если возможно снимите пожалуйста видео на тему как отвечать на этот вопрос при поиске следующей работы в моем или похожем случае думаю это будет интересно и полезно не только мне но и многим другим подписчикам вашего канала заранее благодарю поговорим чё же это дело хорошее значит что сказать первое не надо копаться в прошлом так а надо двигаться вперед потому что никаких капли никакие копания в прошлом ничего кроме там огорчений не принести не могут другое дело что конечно из того что происходит надо делать выводы но в данном случае у нас нет информации никакой для выводов написать начальнику кадров за что уволили можно получить ответ не нельзя потому что увольнение это такая обоюдо опасная штука когда компания вас боится тоже вот не только вы боитесь работу получать но получить там потерять ездить но и компания боится что как бы ей за это чего не было потому что люди они могут не всегда даже адекватно реагировать там дать и бывает но я не не говорю про экстрим там пришел и застрелил кого-то тоже бывает но если вам сказать за что то вы у вас тут же появится адвокат ну скажем так девять из десяти начну кому то скажите там скажите здесь скажет тут же вам приведут адвоката который с удовольствием будет судить вашу компанию на contingency то есть вам денег не стоит а если он значит их расколет на какие-то деньги соответственно на свои став какой-то пропорции поделите есть масса адвокатов которые с удовольствием поделят в пропорции больше того поскольку компаниям судится дорого это надо адвокатом это пошло-поехало то они с удовольствием откупаются от такого назойливого там агрессивного адвоката пусть даже у него и повода толком нет но гораздо проще дать ему там 50 тысяч отступных чтобы просто чтобы не потратить 100 тысяч в суде ну или там в процессе в этих доказывая что ты ни при чем пойти доказать что ты ни при чем стоит гораздо дороже чем дать там полтинник и забыть поэтому это такая шакалья такая область законодательная поэтому компании этого боятся поэтому увольнение правой проходит очень аккуратно чистенько для этого есть вот и чар ведь а вас даже менеджер там все по правилам она вам не скажет за что вы можете конечно написать ей письмо и спросить и это лучше вы можете ей написать и спросить когда меня будут спрашивать что о причине так сказать того что я ищу работу что случилось вот как я должен отвечать чтобы мы с вами были там засинхронизированы чтобы у нас не было с вами разногласий на этот счет вот и тогда она может быть вам что-то такое ответит чем вы будете реально пользоваться то есть во всяком случае не получится что вы сказали одно а им позвонили они сказали другое вот вот таким образом значит вы никогда не узнаете за что вас уволили на самом деле это может быть конечно как вы там предполагаете что они как-то узнали что вы ищите работу это возможно сейчас появились действительно рекрутеры абсолютно безбашенные какие-то сумасшедшие которые могут так сделать вот человек работает они у него берут референсы или даже не не брав у него референсы просто в кадр и звонят там и говорят у вас такое-то работает по понимаете как по правилам жанра они не должны этого делать больше того с юридической стороны если они создали вам эти этим проблемы то в общем то вы можете обратиться в суд на них и сказать вот я из-за них потерял работу но на самом деле там тонкость потому что человек имеет право искать работу вот не то чтобы его за это можно было уволить понимаете вот так как причина увольнения поэтому вам причину дадут другую официально вы никогда ни в каком суде не докажете что вас уволили потому что какой-то козел там рекрутер вас сдал что вы ищите работу тогда я поскольку все время референсы даю вот особенно ребята которые нас в онлайн классе учатся и и я постоянно каждый день почти я наталкиваюсь на ситуацию когда звонят люди ну вот допустим кто-то активно ищет работу я не знаю в чикаго или там в нью-йорке или там в сиэтле и как посыпались звонки вот допустим за день там три компании звонят спрашивают как он там вообще да и я думаю а чего же три компании шоема три оффера дали и я там спрашиваю у тебя сколько офферов он будет ни одного нет ягода что же они звонят какое-то обострение что ли на рынке я не знаю начинают звонить до это же на самом деле как бы сказать лишний расход времени раньше не было такого никогда раньше люди звонили за референсами когда уже оффер есть то есть понятно что надо референсы собирать а оффер делали так называемая такая ситуация он contingency basis да то есть contingency на то что с референсами будет все нормально условный такой оффер а тут значит они звонят и все это собирают до того как вообще еще и оффер человек получил я вообще не понимаю в какой момент они это начинают делать но есть люди которые так поступают это становится массовым они конечно могут тебя сдать как я не знаю что больше того у нас есть вот у нас референсы дают педагоги которые класс ведут и я обычно стараюсь в этом не участвовать но у меня на столе стоит телефон и если вы пойдете на наш веб-сайт номер который там есть вот он у меня на столе стоит ну я естественно там звонят я снимаю трубку так вот я хочу сказать что полным полно народу даже не спрашивая референсов не спрашивая тех номеров телефонов которые которые дают чтобы получить рэпп они прямо туда вот бакс веб-сайты взяли и звонят но почти каждый день там один а то и два позвонят при том что им никто никогда не давал этот номер они сами его находят там на интернете и так далее то есть я я просто что хочу сказать что эта ситуация такая что если вы не хотите чтобы это происходило с этим надо бороться то есть вы не должны раскрывать где вы работаете вы где я работаю в компании я лишнего не говорю будет оффер значит будет референс то есть люди люди шифруют название компании легко то есть это первое второе значит ну мы к этому отдельно это может быть отдельная тема как там правильнее зашифроваться они и имя свое там могут не очень это самое раскрывать вот допустим я не знаю немножко видоизменяют фамилию могут там дать здесь если там девичью там или там по матери или там еще что-то как угодно то есть народ шифруется просто чтобы не попасть вот в это в это состояние это бывает но еще раз если это случилось так то есть мы сейчас не говорим о том как не попасть в это мы говорим о том ну случилось ну и фиг с ним значит он уже год проработал проработав год он безусловно получит вне всяких сомнений упадет на рынок и получит больше денег более интересную может быть работу у него будет гораздо больше предложений чем когда он только там из онлайнового класса там эти там эксперт вот вы чё это уже круто поэтому ну случилось и случилось все что случается все к лучшему у меня например без вот таких ситуаций первые три моих работы они были постоянные работы с бенефитами там со всеми делами и ни одна из них не продлилась даже год а было вот так вот на подступах там первая работа была месяцев девять потом лаи-офф и все и нас там пол компании уволили в один день нафинг перс нау знаете как стрикт ли бизнес в один день врага нету другая контора была нас перекупили и переструктурировали вообще сократили там наш этот департамент где я работал и все снова нафинг перснул но каждый следующий раз значит у меня росла зарплата если на первой работе у меня было двадцать восемь тысяч тогда это тогда это были не так не как сейчас это было как сейчас может быть тысяч там сорок пять но неважно вот у меня была зарплата двадцать восемь тысяч на второй работе у меня было 36 и через четыре месяца мне подняли стало сорок неплохо а значит на третьей работе это был контракт у меня там было я боюсь собрать сколько там долларов часто 35 в общем то тоже существенно больше я у меня вылетает иногда 20 лет прошло вот и каждый раз это было десятка сверху минимум вот поэтому так вот и движешься по жизни и все ничего страшного то есть в начале карьеры совсем даже неплохо так немножко подвигаться и людей больше знаешь и как бы опыт разнообразнее и резюме так начинает разбухать вот хорошо это это в целом очень очень к месту и когда человек засиделся немножко ему там сверху кто за тобой присматривает там со стороны проведения они говорят смотри-ка сидит тут 11 месяцев бах его пинка magic kick такой да или как-то волшебный пендель значит вот ему волшебного пендель и он пошел дальше по жизни чтоб не засиживался молодцом а потом через год еще раз пойдет вот и глядишь уже и синер и деньги другие совсем значит вопрос письма был такой как отвечать значит тут есть значит надо различать две вещи значит есть увольнение а есть лай-офф вот тебя уволили или тебя как бы так сказать отложили да вот этот лай-офф это то что с ним произошло же если бы его фаер то ему бы сказали и причину там и все дела и там другая бы процедура была совсем вот в данном случае был лай-офф лай-офф и бывают по самым разным причинам и вы не обязаны знать честно вы говорите в компании был лай-офф да был лай-офф я попал под лай-офф это значит что вас не уволили индивидуально за как за конкретный проступок то есть даже если это и было так но это было не гласно а документально как бы официально никакого значит увольнения не было было сокращение вот такое да лай-офф и все вы говорите почему ты ищешь работу лай-офф лай-офф и настолько часто бывают и настолько разные причины бывают для лай-оффов это бывает когда денег нет бывает проект закрыли бывает перевели отделение там куда-нибудь в Индию или там Бразилию это не наше дело совершенно их ведь не интересует почему вы на рынке на самом деле вопрос который задается звучит как а почему ты сейчас ищешь работу на самом деле вопрос состоит в том нет ли какой-то скверной причины которая выкинула тебя на рынок такой что она повлияет на то что мы не захотим тебя нанимать вот это в развернутом виде вопрос нет ли какой-то дряни существенной для нас которая стоит за тем что ты в данный момент не работаешь вы видите лай-офф это нормально проехали не нужно искать какую-то супер хорошую такую причину что там я не знаю что там за причина давайте знаете что сделаем я поверну камеру на улицу я вам вчера про Ильниню говорил но еще вот дождем не пролилось но вот так видите пасмурность я только извиняюсь у меня стекло не такое чисто я машину помыл и воском мне обработали казалось бы должно быть лучше но от этой восковости значит ой хуже стало стираться и водичка так как-то собирается вот группируется на этом воске да значит этой проблемы нет совсем значит что касается переживаний молодого человека он первый раз потерял работу и он в шоке и он нервничает и он боже значит какие проблемы жуткие там и так далее это потому что первый раз когда ты работу потеряешь в третий в четвертый в пятый ты вообще перестанешь замечать понимаете вот у меня девочка одна была я ей резюме делал она говорит вот завтра замуж выхожу лет тридцать и значит я говорю ой поздравляю все дела я говорю да ладно что там уже четвертый раз понимаете четвертый раз уже совсем не так эмоционально как первый вот я все это переживал сам если вы мой роман читали я там описываю как я там хотел на танки приехать вообще там все весь этот улей значит разворошить но это все эмоции вот вопрос отношения вы относитесь к этому так что значит движемся вперед и не переживайте и вы должны знать что там где вы работаете в любой момент может произойти сокращение увольнение может закрыться компания вы абсолютно не контролируете эти вещи поэтому сосредоточьтесь на том что вы реально контролируете реально вы контролируете свою способность находить работу каждый раз когда нужно пойти найти работу вот и все это вы контролируете через свои знания через там владение английским языком через наличие профессиональных контактов вот ходите вы на профессиональные там митинги знаете ли вы там кучу народу на местности которые вот активные в том или ином отношении вот вчера приходили ребята они преподают автоматизацию но они не просто ее преподают они живут в автоматизации и они знают всех вот там о ком речь не зайдет они прям по именам раз два три четыре я говорю откуда же вы их знаете ну как же вот это этого знаю на метафе с этим был на конференции там еще что будьте специалистом это абсолютно в ваших руках вам никто для этого совершенно не нужен скажите себе вот я там изучаю языки программирования я там осваиваю какие-то технологии востребованные может быть средства автоматизации тестирования я не знаю что там у вас конкретно на месте можно и нужно подхватить но это мы можем отдельно поговорить да если это наш студент так что же можем и поговорить вот собственно и все я бы еще сказал что если это наш студент то я бы предпочел услышать о том что он ищет работу до того как он пошел ее искать чтобы он мне сбросил свое резюме я глянул бы там что он там понаписал я бы там на дайсе где-нибудь проконтролировал как он это резюме вывесил чтобы ну как то чтобы он со свистом раз и все и не доходило бы вот до такого как сейчас а чтобы он уже оффер получил и и сам бы им заявление принес они бы пытались ему там перебить этот оффер и денег бы накинуть мы за такую ситуацию поэтому то есть с одной стороны хорошо что он самостоятельный и то что у него было три фейс-то-фейс интервью это тоже здорово это говорит о том что он функционален вот и справляется но поскольку он можно сказать второй раз в жизни пошел искать работу по новой профессии то я бы лучше за ним присмотрел я думаю что денег не стоит знаете как почему же не воспользоваться то да а вот видите друзья такая серебристая бумажка это у меня в офисе это вот мой офис я его сзади заклеил серебристой бумажкой чтобы солнышко не светило мне на заставку вот этот вот задник который у меня в офисе с надписью силикон вал и вось видите как какие приходится ухищение делать да так что ждем эльнинью чтобы она тут уже на нас пролилась водичкой надо сказать еще под завязку да могу сказать что что зазеленел виноград в один день все произошло зазеленел виноград который вот еще вчера я там позавчера я снимал он был как засохший какой-то у меня на бэкьярде и уже листочки пошли на вот этой вот вишне японской как она там называется сакура вот так что буквально я думаю что может быть завтра там где-нибудь послезавтра мы ее вот так снимем всю цветущую это все происходит вот так как взрыв такой вот так что молодому человеку говорим молоток все вперед главное не париться не париться а делать правильные вещи потому что мы живем в удивительном мире в котором так мало есть людей которые в состоянии элементарно делать правильные вещи вот не нарушая в принципиальном плане как бы самые фундаментальные основы того что происходит понимаете не нужно такой высокой глубокой философии вот в мире где например до сих пор у людей проблемы там с парочкой троечкой заповеди там не убей не укради понимаете вот с этим проблемы чего вы там куда вы там понесло вас да самые простые вещи ты дальше не уйдешь поэтому значит вот мы живем в таком мире где делать простые вещи правильно и ты уже чемпион король там я не знаю все делаете простые вещи правильно вот и все без переживаний без вот этого эмоционального тормоза понимаете он тормозит нас конечно мы люди живые мы все эмоциональные и там и мальчики и девочки и неприятные и все такое но это только потому что вы себе надумали картинку вы надумали картинку в которой ты все делаешь хорошо и тебя не увольняют почему не увольняют почему не увольняют это это образ который он сам себе нарисовал что вот его не уволят потому что он все хорошо делает он как бы а за что да было за что вообще бы убили понимаешь как вот говорят поэтому не за что вот лоёв и все и не думайте о том почему идете все дальше и все все к лучшему в такой экономике как сейчас в таком рынке как сейчас это это только к лучшему это просто вот проведение вас подпихивает что вы не засиживались вот я я точно таком же положении был я бы никогда в жизни не ушел с работы я такой вот советский человек сижу и сижу что мне нормально все там по 12 часов в день работаешь нормально востребован там три копейки получаешь нормально союз печать там да приехал союз печать дерьмо качать три копейки получать нормально живем понимаете а вам там говорят нет говорят нет давай давай и подпихивают счастливо в общем никакой беды особой нет а поскольку это был лоёв а не увольнение то есть сокращение а не увольнение значит вот так как говорите попал под лоёв дело такое никого дальше уже не интересует все